Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое. Вот мне в руки попалась книжка с иллюстрациями известного художника жанра Укиюэ, японца Китагава Утамара. Он создавал иллюстрированные книги, изображения актеров в форме узких книжек, как называется по-японски «Асабан». Свою первую работу он опубликовал в 1775 году. Сначала он рисовал картины с изображения актеров, затем портреты красавиц. Создавал изящные и тонкие работы, основными темами которой были растения, насекомые, птицы, рыбы и моллюски. Он работал в издательстве, писал стихи, развивал свой оригинальный стиль. Начал работать жары битинга, то есть это портреты красавиц. Особую популярность ему принесли начатые примерно в 1790-х годах работы в форме Акуби-Э. Это переводится как «Большие головы». Такие знаменитые работы, как «Десять типов женских лиц», «Десять уроков исследования женщин» и так далее. Как правило, часто он не рисовал тело целиком, а выписывал только верхнюю половину или крупную, рисуя голову. При этом он мастерски изображал в таких картинах окружение, повседневную жизнь и характер своих моделей. Героиня произведения у Тамара становились совершенно неизвестные в то время женщины. Женщины-проститутки, гейши, девушки-служанки из чайных домов. Кстати, одна из которых, Денатака, позже даже обмывала тело умершего у Тамара перед похоронами. Его работы обретали все большую популярность и большую славу по городу Эдо. Попал в кандалы на 50 дней, потому что написал картину «Триптих», на которой был изображен объединитель Японии Тойтоми Хедеси. Ну и правительство посчитало это предлогом для того, чтобы он был арестован и приговорен в заключении в кандалы на 50 дней. Потому что картина называлась «Развлечение Тойтоми Хедеси. Его пять наложниц». После отбывания наказания у Тамара был крайне истощен, но его забрасывают заказами. Он работает, но, к сожалению, через два года, в 1806 году, он скончался от чрезмерного переутомления. Я хотел бы вам прочитать стихотворение Ивана Исаукова, которое посвящено художнику Китагау Тамара и его картину. С волосами, собранными наверху пучком, с идеально выбеленным девичьим лицом, в кимоно на землю девушка присела и глядит на мир задумчиво и смело. Словно отражаются мечты в ее глазах. Мы бумажный веер видим у нее в руках, поза неудобна, что ей не мешает быть прекрасной, и она нас привлекает. Остановит каждый зритель на ней долгий взгляд, а потом еще оценит девичий наряд. По поддолу вышивкой он разукрашен, и растение стоит в широкой чаше. Девушка, задумавшись, о будущем сидит. Кимоно с плечи упало, где его не спит. Поскорее беспорядок кто-то исправит, может, зритель решила позабавить. Красивое сетворение. Вот еще одно сетворение. Посвящено картинам Китагау Тамара, пишет Иван Исаулков. Известна нам красавица этих имена. И гейша Томимото в центре помещена. Прославен, если вар, веселый был квартал. И посетителя он радостно встречал. Сгляд умудренный эту гейшу выдает. К хозяевам был от него большой доход. О, кита справа в черном кимоно стоит. Любой из нас красу девичью оценит. Имел отец свой чайный домик небольшой. Клиентов привлекала дочка красотой Ахиса. Тоже посетителей увлекла. И официанткой в чайном домике была. Большие деньги им торговец предлагал. Ему отец Ахису сразу отказал. Краса девичьей посетителей увлечет. И те слетаются к ним мухами на мёд. Ну вот все, что примерно я нашел в интернете о замечательном и интересном художнике Тагао Тамара известно художником жанра укийо. Кстати, его картины, большинство картин оказались за границей. Особенно много их в Бостонском музее. 383 работы мастеров в жанре укийо. Вот все. Пока всем привет познакомились с творчеством интересного художника Японии Тагао Тамара. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова